Ну, собственно, я хотел бы сегодня немножко поговорить про теорию старшего партнерного модуля и старшего лектора для отцена и количества и похожих к алгебраммам. На самом деле я помню, что я забыл добавить какие-то слова к предыдущей лекции, а именно ансессория такая, что вот в предыдущей лекции я объяснил, что все ягоды УСЛ-десконечность, они происходят в конструкции с видом, которые и по левой диаграммой, правой диаграммой, и по вторую диаграмму, и по вторую диаграмму. Но в целом можно ставить такую задачу для УСЛ-десконечность и УСЛ-десконечность, решение там в целом будет похоже, расходятся будут какие-то детали, которые нужно отдельно прорабатывать, просумывать какие-то... И вот, и это было сделано Александром Хадеевым. И там, на самом деле, часть того, что вытекает действительно новинговый исследовательство, то, что УСЛ-десконечность, из генетинговых локальных системных верных составлений приходят не все идеалы, а вторая половина приходит, ну... УСЛ-десконечность справится до конструкции, это конструкция или цифр. УСЛ-десконечность справится до конструкции. УСЛ-десконечность справится до конструкции, то есть, что у ССССР и у СССР. А вот все то же самое для УССК и УСССР, это скорее барбарского уровня. Ну, там я видел следующее. Когда мы работаем с СССР или СССР, дружно строим строительство, либо с СССР, либо с СССР. СССР, если бы мы работали с ПТСССР, то есть это сложно, мы с СССР как и братьла, есть и максимально, и есть в течение не любых, да, не любые эти точки там, там или чётные, а то есть там... Ну, то есть, когда я рассказывал в том, как мы делали рассказание, буквальный рассказать... Ну, правильный? Да... Ну, вроде, как бы, вот, да. Ну, там еще какие-то нюансы, что там в типе D и какая-то дополнительная инволюция, которая, например, не в тех же идеалах, а D4 вообще по-другому. Ну, как бы, в целом, оно скорее работает, чем герой. Плюс-минус-минус. Ну, поможете, по-другому. Сейчас. Барбаш. Барбаш. Мини в ноябре это звать, ну, там что-то свое унитарное, что-то там, но, по смыслу, они разбираются с идеалами идей, ну, и потом применяют это там. Скорость роста стали многообразить или чего-то такое. Ну, в целом, да, наверное, уже можно было догадаться. Это все довольно инкеминаторные деятельности. И, по-другому, это полезно сначала. Ну, в целом, это основные теоремы. Скорее всего, там, светое тело в Брайске и потом там четыре страницы. Так, ну, значит, я хочу поговорить про модули старшего веса и аннуляторы. То есть, основная проблема идти будет в следующем образом. Как? Так, вот здесь у нас есть простая алгебра лица. То все простая конечномерная алгебра лица, то все знают то, что в ней, ну, там, с нормальными балями, то все знают то, что в ней есть единственные точки сопряжения максимально разрешивая под алгебра, а в ней есть единственные точки сопряжения, в том числе внутри непосредственно Б, картановская под алгебра, которая состоит из полупростых элементов, ну, и автоматические, в общем-то, и они максимальные в Брайске. А, значит, для этой бесконечной ИСО, ну, для канитарных далбов, цель совсем сломается. Причем ломается в довольно формистичном смысле. Ну, во-первых, там есть довольно разные безумные максимальные разрешивые под алгебра, в том числе там есть чисто не патент, а максимальные разрешивые под алгебры. А с максимальными полупростыми под алгебрами там несколько получше, и, значит, вот если А, так, бесконечная, максимальная разрешивая под алгебра, ну, максимальная полупростая под алгебра, то такие под алгебры, они действительно все сопряжены. Ну, а как-то есть немножко пластикновостей, потому что сопряжены внешними автоматизмами, но это как бы что было внешними автоматизмами. Ну, и, соответственно, как бы, с учетом того, что в целом отискивать все максимальные разрешивые под алгебрами, ну, очень понятно, как. Происходит некоторая мимикрия в пользу того, что давайте описывать не просто максимальные разрешивые, а максимально разрешивые, содержащие некоторую фиксированную под алгебру, которые мы хотят источнить на внешнем автоматизме. Вот. То есть мы будем, мы фиксируем, на самом деле, вот эту под алгебру, которая максимальная полупростая, и давайте не будем скрывать, как бы, однородно, что вы так считаете, когда СР бесконечные элементарные матрицы, у нас максимальная разрешивая, максимальная полупростая под алгебра будет соответствовать просто диагональным матрицам, ну, то, что не должно быть. И если это искренне, то не ищем последованию. Вот. Дальше нужно разобраться с тем, а как же могут быть устроены баррельские под алгебры, которые содержат максимальный тон. Ну, в целом, не можно убедить себя в том, что такая баррельская под алгебра, она должна состоять из, ну, суммы каких-то, вот, матрицных единичек, ну, и, ну, и конструкторов. Ну, потому что всех матрицных единичек и отличные толстые значения, поэтому они уже как бы под пространцами всегда исходят. Для каких-то пар ИЖ. Вот. Ну, на самом деле, опять же, там, в том, что для того, чтобы под алгебра была максимальной, нужно, чтобы в любой паре вот этой И, неравной Ж, было выполнено что-либо ИЖИТОЯ входит в Б, ну, как-то исключающий, или ИЖИТОЯ входит в Б до любых И неравных Ж. Вот. И ИЖИТОЯ входит в Б. И это позволяет, на самом деле, сделать следующее. Ну, давайте скажем следующее. Вот пусть у нас гадана некоторая такая баррельская под алгебра. Давайте будем говорить о том, что И, ну, вот так, типа больше, чем ЖИ, если ИЖИТОЯ содержится в Б. Вот. Несложно ввести себя в том, что если у вас И больше ЖИ, а ЖИ больше К, то И больше К. Ну, собственно, это следует из того, что если у нас ИЖИТОЯ и ИЖИТОЯ лежат в нашей баррельской под алгебре, то их коммутант тоже лежит и равен ЕИКТОМ. Отсюда получается, что на самом деле у нас любая вот такая баррельская под алгебра, которая содержит максимальный торт, она будет задавать некоторый порядок, видите, некоторый линейный порядок, любые два элемента сравнимы, линейный порядок на вот это множество индексов. Давайте это множество. Вот. И на самом деле легко проверить то, что в обратной сторону это только работает. То есть можно по любому линейному порядку на множественных индексов построить баррельскую под алгебром, но просто сказав, что если у нас есть порядок, будем включать в баррельскую под алгебром только те элементы, где ИЖИТОЯ, для которых и вот такой значок жить. Ну и в целом как бы сюда сразу подъезжает следующий формализм, что на самом деле давайте попробуем думать об этом в следующем случае. Давайте просто выберем некоторое проигольное множество. В целом мы будем думать об этом множестве как о счетном множестве, но сама конструкция такова, что выбрать еще одно не запрещено. И рассмотрим векторное пространство, натянутые на элементы ИЖИТОЯ и ИЖИТОЯ, но это просто проигольные элементы ИЖИТОЯ. Тогда это векторное пространство можно легко сновидеть структуру. вы arranятие группы режима некоторых создателей стоит в толпу. Жии какそれでは, что это какие группы не derechoby, что у негом либо такое... и в целом у него нужно будет то векторать у 부탁. Ну находите в ROSE. алгебра ну и внутри можно выделить подножку элементов те баррелевские подалгебры которые мы будем рассматривать которым будем называть расщепимые баррелевские они будут сдаваться правилам о том что значит вот такая баррелевская B от S это картановская от S плюс C, E, J, T, D, I, J вот так а давайте как бы я это такое специфическое определение подрубочность ему тоже оно будет сдавать в случае когда S является просто конечной множественностью если S это конечная множественность то несложно убедить себя в том что на самом деле все линейные порядки на конечном множестве они из болезни но есть наименьший элемент потом следующее в наименьшем и так далее и таким образом получится то что на самом деле все такие баррелевские подалгебры для всех порядков на конечном множестве они будут с другими действиями друг везде которые собственно отвечают за все возможные действия на всех возможных идейных порядков на множестве инспективного числа элементов в случае когда у вас множества это является бесконечным но вот как натуральные и числа не добра да это то что как бы действовать сместричную трубку видимо почему по полной части от этого уже не будет в частности можно рассматривать ну вот когда я просто перекликаю с тем, что мы будем выстроить можно рассматривать какие-нибудь множества скажем Z с отношением меньше это будет один порядок можно рассматривать как натуральные числа тоже с отношением меньше это будет другой порядок можно рассматривать отрицательные числа с отношением меньше это будет третий порядок можно рассматривать функциональные числа с отношением меньше это будет четвертый порядок а сегодня можно говорить о том что есть классный автоматизма таких порядков не черное количество как определяются и какие бывают а именно берет некоторый элемент лямбра звездочка ему сопоставляется одномерное представление которое потом за счет нулевого действия радикала превращается в одномерное представление и потом рассматривается индуцированное представление у от сл сензор на порядка и вот этот модуль верма имеет единственный простой фактор на самом деле по тем соображениям то есть у нас будет некоторый старший вес соответственно вот этому одномерному пространству а все остальные веса на самом деле меньше чем он так как у нас любой подмодуль является еще и под модулем автоматически либо любой подмодуль включает это одномерное пространство либо не включает если он включает это одномерное пространство то он обязательно попадает к этим модулем а если не отключает то тогда состоит из суммы каких-то кустов двухтичесовых пространств отсюда следует это просто сумма всех подмодулей не содержать данной одномерной пространства является индивидуальным подмодулем в этом модуле верма ну и соответственно фактор по этому модулю будет единственным простым фактором данного модуля верма тоже зависит как от порядка выбранного на нашем но это кому-то удобно может можно считать что что нужно считая вверх куберальными личностями тому множество порядка старается больше раз ну и теперь собственно продолжая данную аналогию можно определить аннулятор с вот так которая говорила нам то что на самом деле какой-то простому на самом деле на самом деле классификация техно-эмиссивных идеалов ну по крайней мере предположение что поле у нас достаточно большое вот скажем c уже есть но как-то вот с места понимания то есть то есть то что можно любой простой на самом деле подменить на мой старший вверх выбор борелись и не единственный дичей как для какой борелись это возможно какой невозможно любой простой можно подменить на модуль старшего веса вот и вопрос 2 ну вот у нас есть классификация тех модулей мы умеем строить вот эти модули и ляда и от паря как они описывают в терминах диаграммы какой левый диаграммы динькина такой какой левой диаграмм юнга какой правой диаграмм юнга как выглядит соответствующий одно число как выглядят соответствующие на другом. Эти численные параметры должны быть описаны изменить идеалы на прошлой лекции. Оно проходило через вот эти параметры. Здесь мы создаем идеалы другими параметрами. Мы хотели сделать одно другим параметры. Ну, в целом, довольно понятно, что если мы учимся грамотно отчаять вопрос 2, то попросим один, как проблем быть не должно. Дальше давайте я расскажу следующее. Как у нас выглядело вот это описание изменить идеалов для модели старшего веса в конечномерном случае. В конечномерном случае мы брали, использовали несколькую версию и получали в ответе какие-то там таблички. И потом говорили, что идеалы разы тогда и только тогда создали эти стихи с табличками. Ну, вот и как бы эта сумка намекает на то, что где-то здесь спрятался от фаска гореть на Робертон и Шэнкс туда. И таки да, спрятался. Ну вот, как бы... Ну, давайте я буду спередно отвечать на вопрос 2, потом поговорим про вопрос 1 и потом будет вообще завершающая обобщающаяся и всякие. Боже, вот. Ну, значит, на вопрос вопрос 2. Давайте так. Идите вопрос 2-3. А когда вообще этот идеал является ненулемым идеалом? Ну, он оказывается, что ответ вполне себе не тревянен и формулируется пятицель в теореме. что вот этот идеал не тревянен. Тогда и только тогда, когда выполнены условия чего там? 1 и 2. Значит, условие 1 будет выглядеть в следующем образом. Нужно у меня спало. Тогда и только тогда, когда существует подножиство S1, S2, S1t внутри S со свойствами. Свойства 1. Ну, во-первых, это подножиство должно быть изъюнительным объединением вот этих S1, S2 и так далее S1. Второе условие. На самом деле, эти подножиства должны идти подряд в смысле вот этого порядка. То есть, любой элемент S1 должен быть меньше, чем любой элемент S2. Любой элемент S2 должен быть меньше, чем любой элемент S3. Ну и так далее. До подножства S1. Ну и третье условие заключается в том, что у нас наша... Ну, давайте так. Работать с цветами... Ну, значит, любая функция лямбда на H от S, любая функция лямбда, которая отображает H от S в поле, она может быть продолжена до функции, которая продолжает... которая отображает единичные элементы в поле, и которая будет отображать каждый элемент и и и и в какое-то число лямбда и и. где-то говорите касание S1-десконечность, то на самом деле два таких набора лямбда и истинств встают одно и то же один и тот одну из линейных функций, тогда они отличаются на одновременном везде лямбда на одну и ту же констанцию. И проще, на самом деле, формулировать что угодно про вот эти штуки все время находить лямбда. Более того, когда у нас есть эта функция, которая отображает единичная, глянда и итая, я хочу записывать ее в следующем уровне. Я хочу записывать ее как лямбда от итая, то есть какой-то и принадлежит S, я беру элемент единичной, соответствующий этому элементу S, и записываю его в свою линейную функцию, получая, ну, какой-то ответ. Соответственно, я хочу, чтобы лямбда при ограничении на вот эти множество S и t была константной. Давайте я покажу, как для каких-то разных порядков эта штука может работать. Ну, на самом деле, вот для, вот эти, V меньше, M меньше, ну, M меньше, M меньше, они вполне хорошо и можно обсуждать, чего и как тут работает. А здесь, в этом, может быть, не будет. Не обязательно будет сроком. Ну, сама конструкция не поднимается, что это обязано быть счетливым. Но вот эта теорема, в этом работает только для счетливых. Ну, как бы, есть еще и нечего, что там, мы не понимаем, ситуация так уж именно, если увеличить мощность сеток, но там может быть алгоритры, размерность диалога по премьям с одного и большей размерности основного поля, иначе будет не так. То есть, если взять S по мощности больше, как скажем, конкретные числа, то, как эти основного поля конкретные числа, если взять, может, что-нибудь пойти не так. И вот как-то понять в деталях от той, где-то, может, может, пойти не так, это отдельная издать, которая бы, сказать, что он не имеет. Причем, по ошибке, не вот там, короче, здесь, вот на теории множеств но в целом, как бы, задачи, он поставит не только поле произвольной мощности и произвольного множества. То есть, те конструкции, они имеют смысл в таком контексте тоже. Вот. Вот. Ну вот скажем, давайте подумаем, что эти условия значат для функции, которая определена, ну, которая определена на целых числах с отношением меньше. У нас должны быть вот такие куски. Ну и давайте рассмотрим самый левый кусок и самый правый кусок. Заметим, и выберем по одному элементу с самым левым куски и с самым правым куском. Заметим, что все элементы, которые имеют, чем S1, они должны быть принадлежать S1. Те элементы, которые будут с самым левым куском, они должны будут принадлежать S1. Но это на самом деле значит, что левый и правый кусок это как-то все натуральные числа, все целые числа от минус бесконечных до какого-то фиксированного числа, а правый кусок это все целые числа от какого-то числа и до плюс бесконечных. Вместо этими двумя числами это раз какое-то конечное число значения. То есть функции, которые удовлетворяют этому условию для вот такого порядка, на самом деле выглядят так. Это функции, которые принимают какое-то постоянное значение до некоторого числа, потом у них идет вообще-то не пойми что, которые потом принимают постоянное значение. Вот. если речь идет о натуральных числах порядком меньше, то история того, то есть у нас на старте может быть что-то там, а в какого-то момента все должно сибилизировать. Если у нас старте как-то обратно, то все наоборот. То есть у нас вначале будет сибилизация, и потом ближе к хвосту могут быть какие-то ситуации в общем происходят. Ну, теперь на самом деле я хочу объяснить, как... у меня скорее... в общем... я не хочу сильно вдаваться в детали, в смысле доказательства, но я хочу объяснить, как работает... какую версию алгоритма Радисплана Шенстеда здесь нужно будет применить, и какой ответ получится. Вот. На самом деле версия алгоритма Радисплана Шенстеда она будет... Ну, их будет три по факту. Одна вот для такого порядка, другая для такого порядка, третья для такого порядка, и дальше все будет аккуратно склеено, соответственно, не случится. Вот. Давайте я сначала объясню, как оно там должно быть склеено, а потом будем чуть более детально разбираться с чего-то, на каком с этим. Во-первых, смотри, алгоритмские эти множенства из-за них развивается и утверждается, что на самом деле от порядка внутри этих множенств ничего не зависит. То есть, вне зависимости от того, какой будет порядок внутри кассы этих множенств, результат их будет один и тот. Это первое замечание. Порядок. Ограниченная лица у меня идеальная комплектация. Второе замечание заключается в том, что на самом деле давайте поделим вот эти те куски на куски двух типов. Одни будут бесконечные и другие будут бесконечные. Давайте бесконечные хотя бы один кусок будет бесконечным. Вот давайте бесконечные куски перечислим. Вот у нас будет бесконечный кусок Я хочу на самом деле сделать следующее. Я хочу все вот это наше множество S разбить наше и последующие правила. Вот у нас до S1 идет какое-то количество конечных множеств. И неважно, какое. Я рассматриваю все эти множества до S1, S2, и потом где-то там встретится S1. И объединяю в некоторое одно множество, которое я буду обозначать, допустим, буду обозначать со множество за S1. И также в это множество я добавлю в некоторое счетное количество измерений с S1. Тем, что S1 бесконечно и входное множество было счетно, мы можем без особых проблем поделить S1 на 2 счетных множеств. Вот. И потом на вот этом пустье, который состоит из некоторого набора конечных множеств и одного и счетного множества, я введу такой порядок, чтобы у меня это множество S1 как множество было изоморфно с S2, с S1, который является бесконечным множеством, И потом между S1 и S2 есть сколько-то, не очень понятно, сколько, но конечное количество, конечность множества. Вот я их склею вместе с чёрным куском S2 и задам они в такой порядке, чтобы у меня здесь получалось множество, порядочное множество и заморозное ссо втрощение ве. Ну и можно делать до конца, до последнего вот этого множества S и S2, у которого один кусок уйдёт, кусок, который будет заморозным Z с отношением мин. А последний кусок, вместе с каким-то хвостом из конечных множеств, он идёт в Z, можно будет иметь номер R31, который будет как порядочное множество и заморозное минус натуральным числом с отношением мин. Итого получается, что я на самом деле введу некоторый новый порядок на нашем множестве, который будет на разных указах противоречных и заморозным N меньше, Z меньше или минус N меньше. При этом на каждом... Ну и... На самом деле, если как-то можно подумать об этом, то неплохо уйдить себя в том, что условия такое, что наша функция... То, что наша функция лямда удовлетворяет вот этим условиям, Ну и теперь вот, когда я показал, как это всё перегонсировать, я могу обглупнить, как из ответа о том, как будет устроен идеал для каждого из этих кусков, склеить ответ о том, как будет устроен идеал всего для нашего порядка. Спасибо. Так. Ну, давайте я сейчас скажу то, что сначала мы должны посчитать и лямда... Ну, это такое ограниченное на самом деле лямда для куска Z1, его порядком, который на самом деле будет и заморозным N меньше. Ну и там... И заморозным... И давайте... Лямда находится на звездочке, потому что... Натуральный числ с отношением мин. Натуральный... Натуральный... Скажет то, что результат прямого подсчёта будет в том, что это на самом деле будет примитивный идеал, соответственно, численно в набор параметров. Ну, здесь будет какая-то левая диаграмма. Здесь будет пустая, нулевая, правая диаграмма. Здесь будет некоторое число R левое. И здесь в качестве G будет выступать 0. Дальше. Давайте... В числе и в связи с тем, что и Z2 с этим порядком будет заморозным там и... И значит для всех этих порядков, для Z меньше мы будем получать то, что и хонулятор будет равен и пустая левая диаграмма, пустая правая диаграмма. Вот это число R для них будет не совсем. Ну, давайте вот это... Это будет R1. Для этого будет R2. И здесь у нас будет уже некоторое число G2. Ну и дальше все то же самое будет до и лямбда ZR. Своим порядком. Которое тоже будет на самом директорном уровне до 35-го. И лямбда, там, где-то мы вырваны для Z меньше, равная и пустая, пустая диаграмма, пустая диаграмма. Ну, давайте посмотрим R, давайте посмотрим P1, P2, 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 P2. И именно для последнего кубочки у нас будет и лямбда вот этого ZR плюс 1 с этим порядком, которая на самом деле будет заморзана и лямбда звездочкой для минус натуральных число отношения меньше. И этот идеал на самом деле будет равен идеалу I. Первая диаграмма пустая, вторая какая-то. Вот это PR плюс 1 тоже, возможно, какое-то будет. И в качестве числа G стоит 0. Ну и смотрите, нам вот из этого набора данных на самом деле нужно потом собрать I. что-то поставить на место первой диаграммы, что-то на место второй диаграммы, что-то на место вот этого числа, которое стоит на этой позиции. Ваши предложения что нужно сделать? Возглядели на вот это все картинку. Да, ну вот можно взять вот эту диаграмму и запихнуть сюда. Запихнуть. А что сейчас? . Возьмем к трем правую диаграмму. Что делать с этим числом? Ну нужно все изделить, которые есть для сложений. Что делать с этим числом? Тоже все сложим. Ну, вот. И в результате если мы поймем, как устроена модельная модель, как устроено вот это соответствие для вот этих трех порядков то потом вот это как-то алгоритм который объясняет что делать в общем случае нужно все пить к этим порядком выполнить эти алгоритмы и потом эту диаграмму взять отсюда эту диаграмму отсюда и число сложить эти формы и тщательно миссия а 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 Ну, давайте вот я объясню, на самом деле, что делать в ситуации, когда у нас наше множество ходит из заморка минус натуральных числа с отношением меньше. И получается, что на самом деле это самый интересный случай и самый понятный. Но, на самом деле, вот эта ляда соответствует некоторым функциям, вот этих наших минус натуральных чисел, числа, которые найдут... Эта функция легко и правильно расстроена в последовательности. Ну, вот у нас есть такая последовательность, которая слева бесконечно, а справа она приходит к какому-то значению. То есть она будет ляда минус 1, ляда минус 2, ляда минус 3 и так далее. И, на самом деле, вот то условие, которое у нас есть, оно значит, что, начиная от какого-то момента, эта функция будет стабилизироваться и иметь одно и то же значение. Ну, какого-то момента S, она будет, значит, стабилизироваться. Вот. И я указаю, что это происходит, чтобы выработать диском и нами набор параметров, которые написаны в воздухе, нам нужно будет применить некоторую верхнюю алгоритму Робинсона Шенска, да? Ну, давайте так, в целом, при покупках описать это в воздухе, но мне кажется, что я разберу аккуратно один пример, вот, здоровье понятно, от чего это будет. Вот. Ну, давайте я просто разберу этот пример. Мой пример будет выглядеть следующим образом. Вот сначала у меня будут идти числа 0, 0, 0, 0, ну, короче, там много-много-много-много 0. Потом, значит, на какой-то позиции у меня вылетит число 2, потом вылетит какое-то число типа корень из 2, потом вылетит минус 2, потом вылетит 1, потом вылетит минус 1 и вот. Вот я хочу показать, как мой алгоритм, моя верхняя алгоритм Робинсона Шенска будет работать с помощью 4. Значит, качество шага 1, я должен к этому делу добавить число ρ, как и в конечномерном случае. В данном случае добавление ρ будет соответствовать следующей процедуре. Значит, вот сюда мы должны добавить 1, вот сюда мы должны добавить 2, вот сюда мы должны добавить 3, вот сюда добавить 4, вот сюда добавить 5. Ну и дальше к этим тем нулям добавляем 6, 7, ну и так далее. В результате у нас получится последовательность от следующего вида. Она сначала пробу убывает. Выдите. Там будет 8, 7, 6. Дальше будет произведение вот этот скачок, когда у нас после шестерки будет снова идти семерка. Дальше будет число 4 плюс корень из 2. Дальше будет идти число 1. Дальше число 3. Дальше число 0. Вот на самом деле сейчас я буду просто запихивать вот это свое последовательность алгоритма Робинсон и Шестеркин. Значит, что у меня будет происходить? Ну, смотрите, во-первых, когда одна из основных проблем здесь была, во-первых, что у нас какой-то бесконечный хвост в середине. Проблема этого хвоста решается тем, что этой проблемы в смысле нет. Потому что если мы будем к этому хвосту применять алгоритм Робинсон и Шестеркина, то эти элементы просто будут выкладываться, как-то выкладываться друг к другу. То есть до числа 6, ну, как-то, если мы будем пытаться применять алгоритм Робинсон и Шестеркин, то мы просто получим дать от конечного некоторую последовательность, которая там будет 9, 8, 7. И вот у нас такая вот, они по ячейкам как-то так разумны. Теперь, смотри, мы хотим ставить число 6. Ну, окей, классно, ставим. Дальше мы хотим ставить число 7. Ставить число 7 без отысков в конеч этой последовательности, так что в последовательности осталось, строго, убывающий последовательность, нейтральный чисел нельзя. Ну, значит, оно кого-то не призывает. Ну, выделить оно служит только 7. В результате у нас получается что-то, что у нас остается, по сути, та же строчка, но еще на следующий уровень уходит число 7. Окей. Дальше к нам прилетает число 4, предскорение 2. Ну, 4, предскорение 2, оно вообще, как бы, разница его с другими чиселами, она не стоит. Значит, оно улетает к своему отдельную табличку. В целом, как об конечномерном алгоритме Рабинтона Шэмпберса. То есть, люди, они улетают число 7. Ну, они стоят в своей отдельной стойке динамии. Ну, как минимум, такая... Она, друзья, не на съемке стоит, она стоит как бы в своей отдельной стойке динамии. Показать на съемку стоит геймана, потому что там возле страницы. Но, пусказать, ну, вот это просто одна отдельная земерка, которая стоит в своей строчке, и стоит, и стоит. Мы сейчас не будем сраживать. Мы не будем сраживать. Вот. Теперь, значит, к нам приходит число 1. Ну, число 1 все хорошо, мы с удовольствием ставим конец этой строки. Дальше к нам приходит число 3. Ну, вот ставим без ошибок число 3, конец этой строки не получать. Единственный как-то способ его сюда воткнуть, это выдавить число 1 в 0 и вставить на его место число 3. Вот. Ну, и теперь у нас осталось число 0. 0 в зависимости отстает конец этой строки. Вот. Итого, что у нас получилось? У нас получилось то, что у нас есть вот такая бесконечная строка, убывающая строка, и 3 отвалившиеся числа. Давайте я не буду срывать детьми от народа. Вот то, что у меня отвалилось ровно 3 числа, будет значить то, что мое число R, ну, мое число R, которое участвует здесь в качестве параметра, будет равно 3. Дальше. Мне нужно как-то получить правую диаграмму пюльки из этой картины. Для этого я делаю следующее. Вот тут я RО добавил. А теперь я буду в этой штуке робочек. То есть я должен буду вычесть вот отсюда минус 1, отсюда минус 2, отсюда минус 3, отсюда минус 4, отсюда минус 5, отсюда минус 6. Получу я такую штуку. Значит, здесь идет 3, 3, 3, 3, 1, 0. А, 1 минус 7. Теперь, значит, у меня получится что? У меня есть бесконечное количество одинаковых значений, и что-то там в конце. Ну, вот я это бесконечное число одинаковых значений вычислю, и тогда я получу то, что у меня вот это все выглядит как 0, 0, 0, 0, а в конце у меня будет минус 2, 0, потом минус 2, потом минус 4. И вот числа, моя диаграмма, тогда будет выглядеть так. У нее первый столбец будет 2, а второй столбец будет 4. То есть вот я беру вот это число, и тихая сюда, вот это число тихая сюда. Вот. Простите, если бы мы не знали, в этом демикторе, в котором он пара в стране, в том, что он не как 7, то он даже уменьшил бы в страну. А нам не было уменьшил бы в страну. То есть как бы нам важно, сколько число у меня поместилось в эту основную структуру. Так, ладно, я не очень понял вопрос. Значит, как мы инфекцируем входные данные, и когда я хочу поговорить о том, что извести? Да, окей, но может все равно в основную структу тогда не врезало два числа. То есть вклад в число R был бы... Нет, просто все числа, не врезавшие в основную структу, дают вот это число R, которое R, которое... Да, 4-х скольных пунктов и основная структура, это как бы 7, 1, 3, 5, 5. Да. Но там он в структуру, и 4-х скольных пунктов, это нормально. А как они там расположены внутри, ну, для получения ответа в этом угарительстве 2? Вот. И дальше, после нормализации по вот этому постоянному значению мы получаем еще вот два таких числа, из которых формулируем диаграмму. Вот. Это как все работает, диаметр натуральный число. Как это работает, когда мы берем натуральные числа с отношением меньше? Ну, на самом деле, самый простой способ объяснить, что при этом происходит, это мы должны функцию F на N превратить в функцию F на минус N и применить вот этот алгоритм. Только если здесь у нас вылезающую диаграмму мы должны... Как? Выпекнуть сюда? То тут вылезающую диаграмму мы должны будем запекнуть сюда. То есть, в случае N с отношением меньше и минус N с отношением меньше, они переводятся друг к другу, ну, просто в инференуровую нелевенцию и запекаем функцию, для которой мы хотим получить ответ. В этой ситуации, в этот алгоритм получаем ответ. и просто вместо того, чтобы запекать диаграмму на это место, запекаем ее на N. Ну, знаете, на самом деле, Z с отношением меньше, ситуация похожая, но там, знаете, будет следовательная манипликация, то, что у нас на самом деле... вот, на самом деле, картинка будет выглядеть так, что у нас будет некоторое стабильное значение, потом у нас будет не пойми что, потом снова будет стабильное значение. То есть, добавление О при этом перестает быть с такой же назначенной процедурой, то есть, мы должны скажем, где они походят, место добавим, вот, допустим, FIDA плюс 0, FIDA плюс 1, FIDA плюс 2, FIDA минус 1. Выбор эти клетки влияет на получаемые по дороге значения, но все эти ответы потом отличаются с FIDA на одну кожу как станцию, как число одновременно, и на окончательный ответ это ЕМЦДС. Вот. И, значит, добавляя вот эту росту, которая уже не единственная, мы получим на самом деле последовательность, которая будет следить за. Она самому начерному честно убывает. Поединично. Ну, вот как и в этом случае, когда у нас там было 9, 8, 10, и до этого она бесконечно убывала. Потом это последовательность, ну, у нее что-то там говорится сложное, интересное. И потом она снова начинает строго убывать. Когда мы применим ударить продюсционную шанс, вот, 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 в какой стихе, она что происходит? Ну, в момент, пока она строго убывает, у нас получается такая строгая стойка, и число убывает и последовательность. Потом у нас будут какие-то замены, постановки, вот, можно по тем же правилам, и получится, что у нас снова получится какая-то основная строчка, и, ну, вот, что туда не блендит. При этом основная строчка она будет бесконечной воды, но воды стороны она начинает, вот, когда, ну, когда, то какого-то момента спела, она просто убывает. и после какого-то момента потом когда обычный про обратно по тем же правил то мы получим то что у нее нет значения постоянно потом она не выбросает и потом она снова постоянно это число элементов которые не медленно стоят в основной строчке по прежнему а число G отвечает перепаду между основными значениями то есть основным значением целы основным значением числа ну и как бы потом эти числа G должны быть соответствовать ну короче такой алгоритм ну на самом деле несложно отследить из этого алгоритма для вот этих вот там будет некоторый нюанс заключающийся в том что если мы хотим чтобы теорема Писко работала для какого-то одного фиксированного порядка то это будет верно датико не для всех порядков в частности не для однозначных порядков которые я вам указал на засвета вы только не будете вот давайте сейчас напишу а для какого будет? сейчас скажу то есть теоремия Дембор в целом ну то есть если не заморачиваться с тем как выбираем Писко она работает а если хотим чтобы теорема Дембор работала для фиксированной Писко то есть но она работает тогда и только тогда когда вот это множество с вот этим отношением порядка на самом деле является действительным изменением трех пусков в одном первом пуске у нас отношение порядка внезапно н отношением меньше во втором пуске может быть вообще что угодно в связи с кусок может быть пустое а в третьем пуске у нас должно быть это отношение порядка минус с отношением меньше значит на уровне упорядки соответственно и упорядочная множность произносит так что у нас должен быть первые последние элементы и так далее первые последние элементы они будут образовывать натуральные числа и минус натуральные числа а в середине будет ну вот в частности ни натуральные числа ни минус натуральные числа ни целое ни рациональные тем более соответственно естественными отношениями порядка не только мне в порядке вот ну у меня такая вот значит самое время говорить об счет ну значит я считаю как-то я как-то поговорил про примитивные идеалы для оплаты бесконечность про то как они описывают локальные системы как там участвует во всем этом деле комбинаторика как потом здесь возникают модули старшего веса нуля какие-то болезни это бывает и все такое ну короче значит в общем это такая вот я стал слушать бесконечную ауру и начал сделать все и в целом можно сделать то же самое можно сделать то же самое то что можно сказать про свободную алгебули допустим про нас образующих и они откуда верят но оказывается мы копали разные алгебры вот это результат моим деятельности с Иваном Пенковым Михаил упоминал результат похожей деятельности для локально простых алгебры для локально простых алгебров для локально простых алгебров которая совместно с Иваном Пенковым есть деятельность про локальный депо локальный депо локальный депо локальный депо Еще вот у меня есть терия работ про алгебрадиста и вироскоры, где тоже получают какие-то вполне себе интересные результаты. В таком же ключе мы рассматриваем примитивные идеалы, примитивные классоровые идеалы, и потом зрелища чего-то готова к инфицирует, и хератонный сцепный. Алгебрадист и вироскоры. А можно ли вопрос? Да. Ну, мы же не знаем, поэтому нам это не тяжело. Скорее, там ответы похожи на, потому что на самом деле для алгебрадиста и вироскора, если у нас есть правильный идеал, то фактор по ним имеет конечную размерность и фанта-сцепен. Это автоматически значит, что мозг на этой алгебрадиста и вироскору не требует аннулятора, не буду основывать конечную размерность и фанта-сцепен. А таких модулей очень мало. То, что их совсем нету, но для большинства модулей, и вот именно соображение, что размерность и фанта-сцепен точно бесконечное, автоматически следует, что аннулятор не точно может. То есть, если там какие-то формы, или чего-то похожее, то мозг аннулятор будет привязан. Сейчас самое следует... ...последствия на модели вироскору выразить минимальная негативность. ...последствия на неогреваемые. Если это модуль вироскору, то есть проверенные. ... Субтитры создавал DimaTorzok 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 но если не деформировать не просто умножение, то на самом деле это на самом деле соответствует универсальный навертывающим алкограмм ну и как это можно увидеть, на самом деле у нас имеется в универсальный навертывающий алкебре базис соответствующий с метрическим многочленам когда мы взбираем, как взбавят, за одним, прям, нажал, грамот, и за конечным, где-то еще один, и два, и так далее а, сейчас, сейчас смотрим не, наверное, нормально, если в нашем многочленении часто оконичная чехова, чехова, современная то а, ну, вот как я делал G1, G2, G3 то можно его сделать с метрическим многочлен G1, G2, G3 G1, G3, G2 плюс что там, G2 ну, в общем, теперь в основном и поделить надо как элемент, конечно, эта штука будет отлично отходного элемента G1, G2, G3 и так далее и так далее, когда мы с таким штуком применяем все угрожения, мы получаем ну, только вот, например, давайте я выберу на G1, G2 когда мы применяем все угрожения G1, G2, G1 мы получаем на самом деле произведение чего там G1, G2 X1 G2, G1 X1 плюс G1, G2 A G2, G1 плюс 1 X G1, G2 1 X G2, G1 и еслиwest в этой штуке то легко увидеть, что вот здесь на самом деле вот эта сумма это симметрический многочлен вот эти цена и по левой esque вот эти симметрические по левой координате и есть так же самое на самом деле это будет также сумма таких бальцев симметрических многочленов представить, получится то, что ну, опять если выбрать на что-нибудь нам необходимо чтобы все элементы G1, которые возникают в этой конструкции, нашему идеалу принадлежат. А если они принадлежат нашему идеалу и это алгебры, то получится, что у нас есть элементы G1, которые будут порождать нашу алгебру, и в силу того, что они порождают алгебру, еще и коммутанты должны принадлежать нашу алгебру. Вся наша личность, наш этот идеал, он порождет элементы степени 1, и эти элементы степени 1 являются алгебрами. Но отсюда следует, что те, кто не формирует ни по умножению, ни структуру ассоциативной алгебры, они на самом деле автоматически будут просто под алгебрами от H внутри нашей алгебры. в которой получено некоторое приближение и описание всех возможных под алгебр, алгебры S-L-бесконечник, S-L-бесконечник, Любая подалбибра Любая полупростая подалбибра Любая полупростая подалбибра Любая полупростая подалбибра Изоморфно-конечной сумме Алгебра GIT И не больше там S Где каждая GIT Либо простая конечномерная Либо изоморфно Тем же самым SL-бесконечность, SO-бесконечность SP-бесконечность И Дальше вопрос Описание всех таких подалбибр Ну вот оно по сути есть Теперь остался вопрос Сколько способов их можно вложить Число способов их вложить Оно честно напоминает описание Дымкина, в котором можно вкладывать Подалбибра Полный нюанс При ограничении на выжать подалбибра Натуральное представление SP-бесконечность 166 С ней можно договориться не было Простой И коррозия добавляет Как-то сложность и известность В данной ситуации Мне кажется, что Совсем полного Станинского положения Скорее не поможет Можно изучать какие-то интересные Так Какой идеал На самом деле Это по данному Простал Как можно Своить Ну и давайте Я вот что Покажу Про Как-то Диктед Сеглином И пусть у нас И в универсальной Обертывающей N Это примитивный Это некоторый идеал Тогда следующее условие Эквивалентно Следующее условие Эквивалентно Первое условие О том, что И примитив Второе условие О том, что Стили Часно У N Не имеет центра В целом Там нужно рассматривать Обычную Обычную Сложную Ситуацию Нужно рассматривать Не делучая Локализацию Волги У N Не имеет центра Непридиального Цента Третье условие Заключаясь на И должен быть Локально Прост Локально Замкнут Вот эта Локальная Замкнут Она Соответствует Тому, что Наш идеал Не является Перетечением Строго Содержащих Его Идеалов Это то же самое Что И Не равно Перетечению Идеалов Жиз Строго Содержащих Смит На картинке Это значит Следую Если у нас Небезна Какая-то Непатентная Орбита И ее Замыкание То если мы Рассмотрим Какие-то Идеалы Которые Строго Содерживают Идеалы Соответствующие Этой орбите То эти идеалы Должны соответствовать Многообразием Лежащим Строго В замыкании Этой орбиты Побольше И вот Вот ее Замыкание Вот у него Какая-то Граница Замыкания Соответственно Все Вместе Это Замыкание Сидержится В некотором Идеале Ну и Соответственно Вот этот А если У нас Некоторое Плассонное Многообразие Соответствует Некоторому Семейству Орбита Можно Перейти Есть просто Идеалы Соответствующие Замыкания Орбита Семейства И получится Как раз Идеалы Соответствующие Некоторые Многообразием То есть Вот это Условие Локальной Замыкности Оно В том Смутно Соответствует Тому Что у нас Есть Ровно Одна Арбита Ну и Вот На самом Есть Условие Три Штрих Которое Условие Локальной Замыкности Модифицирует И Оно Делает Следующее Оно И 2 Ну в целом Мне нравится Чтобы было Бесконечное Количество Содержащих И Такое Что Если мы возьмем Любой Тусторонний Идеал Который Содержит И То Тогда Обязательно Этот Идеал Будет Содержать Один Из Идеал Для Какого Содержащих Вот Чему Это Соответственно На Картинке Вот С этими Арбитами Ну Если Мы Рассмотрим Любой Идеал Который Содержит Наш Идеал Он Должен Соответствовать Подмогообразию Содержащимися В замыкании Нашей орбиты Подмогообразие Содержащиеся В замыкании Нашей орбиты Ну Оно Должно Содержаться Либо Оно Имеет Просто Несколько Различных Непроводимых Компонентов Если Наша Альтберг Конечная Порождена Ну Таких Непроводимых Компонентов И Десконечные Числа На самом деле И Наш Идеал Как раз Но При этом Вот это Условие Три Оно Обязательно Выполнено Для тех Идеал Потому Что На самом деле Вот те Идеалы Которые Мы Строим Счетное Количество И раз Наш Радикал Любого Идеала Содержит Один Из Счетных Семейших Идеалов Можно Просто Подстроить Некоторые Счетные Семейшие Идеалы Которые Которые Будут Содержаться В любом Хотя Один Идеал Содержаться В любом Идеале Вот Ну и короче Подставляется То Что Вот Это Следствие Из Один Из Один Стрит Слёсточка Оно Возникает Во всех Кучах Которые Были Вот Здесь Рассмотрены И Каждый Раз Получаются Некоторые Идеалы Которые Сообщаются Какую-то Информацию О Структуре Начала То Если Рассматривать Ситуацию У Соцельных Мечащиков Которые Мы Говорили А Лучше Даже Про Информация О структуре Включается В том Что Если Возьмем Несвивиальный Идеал То Все Максимальные Идеалы В соответствии Этому Несвивиаренному Идеалу Они Соответствуют Матрицам Ранга Не выше Какого То есть Они Это Семейский Идеал Намекает На то Что Это Скользко Ранга Оказывается Очень важным Для Нашей Алгебы Этого Сцельных Которые Скажем Вот Это Убирать Эти Лямбда Такими Чтобы У них Была Очень Большая Положительная Строг Убывающая Последовательность Неприлина То есть Условия На точке О том Что они Соответствуют Некоторым Матрицам Ранг Которых Небующих Презвращаются Условия На Принитивные Идеалы О том Что Лямбда С Ответствующие Точкам Убирают Лямбда Лямбда Условия Продлину Пробовая Чет Последовательность И Что-то Похоже Есть И Статет Михаила Угнатьевых И Оно Появляется В Алгебе Лямбда 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 Как Не Ангел Но Это Другая С Появляющая Набора Цифрых Наслужностей Которые Соответствуют Нашему Идеалому И В случае Артинных Алгебров Тогда Настояга Члены Которые Похожи С Короче Концепс Идеалами Которая В целом Является Третьим Секретным Систем Воспорядочной Системы Глит Она Помогает Часто Увидеть Что-то Новое Интересное Про разные Межтемерные Алгебры И Может быть Какие-то Другие Межтемерные Алгебры И Не только И Может быть Третьим 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 Просто Она Отравится Короче Воспорядочной Ось И И Возвольosing С И как-то, в общем-то, компания, в которой можно было поздравить.